В июле этого года глава округа встречался с жителями территориального управления Новохаритоновское. Один из наболевших вопросов – подъездная дорога к Новохаритоновской школе, которая не ремонтировалась более 20 лет. Толчком именно в этом году сделать дорогу – это был приезд главы Виктора Валентиновича Неволина на встречу с жителями в июле месяце. И эти вопросы ни один человек, ни один житель задавал. Виктор Валентинович заверил жителям, что в 2020 году, начало октября, я вас уверяю, мы дорогу построим. И вот за счет экономии средств и бюджета после проведения аукционов у нас появилась возможность провести работы в рамках благоустройства. Мы провели, видите, шикарную дорогу асфальтовую, парковочное пространство большое и пешеходные зоны с освещением. Ни один десяток жалоб от родителей выслушала Валентина Афанасьевна Малкина. К школе было толком не пройти, не проехать, особенно в период ненасти. 1 сентября, когда мы все собираемся на линейку, приходит очень много родителей. И одним из вопросов всегда был вопрос подъезда к школе. Потому что на сегодняшний день это единственный подъезд к территории школы. А так как территория, которая прилегает к школе, большая, деревни достаточно удаленные, и много детей, которые, в общем-то, пользуются транспортом для того, чтобы приехать в школу. Поэтому этот вопрос родители задавали всегда. И в этом году, 1 сентября, мне было так радостно, что я могла им ответить и сказать, что Нина Александровна Ширенина, руководитель нашего территориального управления, изыскала средства, возможности для того, чтобы решить эту проблему. Я обратилась к родителям, что нам нужно будет потерпеть всего на все две недели. И все будет построено и сделано. И когда мы получили такой проспект, ну, конечно, радость просто вот большая. Работы были проведены в кратчайшие сроки, на площади 1600 квадратных метров. Это не помешало учебному процессу. Так было удобно работать с строителями. Они настолько были предупредительны в том, что они будут делать, когда будут делать, какую полосу будут покрывать, какую ремонтировать. У нас, в общем-то, движение по этой территории практически не прекращалось. Потому что, конечно, до 8-15 родители уже привозили. И пока дети учились, строители работали и не препятствовали никоим образом продвижению. Поэтому мы, в общем-то, очень комфортно нам было даже во время строительства. И проблем не возникало. Мне приятно то, что содержание... Вот сейчас вы посмотрите, вся территория школы асфальтирована в хорошем состоянии. А подъезд, конечно, не отвечал требованию вообще. Крик души был. И у педагогов, и сегодня и директор школы очень благодарна. Педагогический коллектив, родители, дети, что вот именно получилось сделать эту замечательную дорогу. Теперь мы ее решаем вопрос принятия на баланс. И в рамках содержания будем и зимой чистить дорогу. И, конечно, летнее содержание. И все, теперь этот объем территории, территориальное управление Новохуритонское берет под контроль свой для содержания. Андрей Плустунов, Ольга Скрябина и Сергей Дружинин. Для программы «Городские вести».